ребята всем привет сегодня снимаю опять же прав 4 хотел бы поделиться с вами с моими подписчиками или кто еще не подписался подписывайся на мой канал ребят я уже проехал на рабчике почти 15000 и хотел бы с вами поделиться что я выявил за 15000 чё произошло у меня чё какие есть слабые стороны его какие есть минусы какие есть плюсы я хотел бы в этом видео коротко рассказать о нем так ну давайте мы сейчас поговорим лако красочном покрытие автомобиля лако красочное покрытие ребята действительно очень слабенькая буквально на второй месяц я уже поймал скол на капоте вот такой вот небольшой сколик ребят если вам видно на камеру вот он как бы приблизили вот вот этот скол это конечно было очень неприятно потому что как бы машина новая и уже сколик на ней вы сами понимаете что лако красочное покрытие автомобиля рак 4 очень очень слабая и так давайте поговорим лобовом стекле лобовое стекло тоже очень слабенькая так как я тоже поймал на автобане камешек у меня здесь появилась тоже вот такой вот сколик мы показывать не будем потому что и так что хотел я еще сказать в минус у нас конец октября получается сегодня последний день октября 31 я хотел бы рассказать о шумоизоляции автомобиля ребята я на той неделе переобул резину я был просто-напросто в шоке ребят не из-за резины я был в шоке а из-за шумоизоляции шумоизоляция ну очень ну очень плохая ребята реально просто я думал что как-то шумоизоляция более-менее но это реально просто напросто зимняя резина на уши давит и ты все слышишь что происходит за автомобилем вот ребят давайте еще поговорим о чем давайте поговорим о плюсах за 15000 блин солнце здесь падает на меня про за 15000 что я сделал в своем автомобиле да ребят я ничего не делал машинка ездит бегает не ломается ну и дай бог так что за 15000 у меня ничего не случилось никаких происшествий вот хотел добавить еще это очень действительно классная тема это гибрид еще раз повторюсь гибрид гибрид и гибрид гибрид действительно очень хорошая установка которая сейчас стали устанавливать на автомобиль кто ребята еще не подписался на мой канал не забываем подписываться и так давайте поговорим о гибриде ребят кто еще думает брать не брать гибрид блин чисто от искреннего сердца говорю берите не пожалеете я взял и не нарадуюсь когда еду я заправляться на заправку я радуюсь машина работает тоже очень хорошо итак ребят что я еще хотел добавить у меня получается в начале ноября будет запись я уже сделал запись на первое от его автомобиля и конечно же я запишу видеоролик о первой ты вот что я поменял сколько мне это обошлось денег ну и видеоролики я все это расскажу так ребят что я еще хотел сказать о машине вот чуть не забыл у меня получается как автомобиль идет техник пакет у него и получается у него ближний дальний свет автоматически хотел бы тоже сделать минус вроде бы эта штука действительно классная даже вопросов нету вообще но я стал замечать если едет встречная машина с парами иногда получается автомобиль него не вовремя срабатывает переключением на ближний свет и мне получается реально встречные машины прям специально берут включает дальний свет это действительно напрягает и какой-то датчик все равно так хорошо как хотелось бы он не срабатывает вот ребят вот эти вот минусы я выявил для себя на своем автомобиле на раз в четвертом ну будем как говорится ездить и рассказывать и делиться с вами что будет происходить в дальнейшем с моим автомобилем все ребят не забываем подписаться на мой канал ставим лайки не пропускаем мои видеоролики следующий видеоролик и обязательно запишу первое тело и сколько я отдал денег и что у меня поменяли все всем большое спасибо за просмотр пока пока